Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. Так, ну что, продолжаем испытывать наши автоматы. И сегодня, наверное, будет заключающий этап. Ну, там посмотрим, в общем. Сегодня что? Грузим током 2,55 от номинального. Напомню, что это у нас 16-амперные автоматы, характеристика С. То есть, вначале проверяем тепловой рассыпитель при токе 2,55 от номинального. Это у нас 40,8 ампера. Ну, для ровного счета возьмем 41 ампер. Далее прогружаем 5-кратным током от номинального. Это у нас 80 ампер. И прогружаем 10-кратным током от номинального. И на десерт, как говорится, продавим их максимальными токами, какие я смогу выдавить с моего ритома. То есть, возможно, что для каждого автомата это будет разный ток в зависимости от переходного сопротивления конкретного автомата. Ну, это уже посмотрим по ходу дела. Буквально чуточку еще теории. Я понимаю, что некоторые жалуются и говорят мне постоянно и пишут в комментариях, что, мол, много там теории, какие-то можно сразу приступать к испытаниям, сразу приступать к прогрузке там. Ну, понимаете, что прежде чем что-то испытывать, я должен объяснить и пояснить, какие требования имеются к данному виду прогрузки, например, или испытанию. И конкретно сейчас 2,55 от номинального, это у нас 41 ампер. И согласно ГОСТу 50-345 время срабатывания автомата при этом токе должно находиться в пределах от 1 до 60 секунд. Все. То есть, сейчас наводим 41 ампер и замеряем время срабатывания. Поехали. Включаю. 11,92. Автомат отключился. Так, здесь тоже при 5-кратном токе автомат должен отключиться за время более чем 0,1 секунда. Итак, 80 ампер. Поехали. 2,42. При 10-кратном токе от номинального, то есть при токе 160 ампер, автомат должен отключиться за время менее чем 0,1 секунда. Итак, поехали. Автомат включен. 160 ампер. Смотрим. 160 ампер. 5,4 миллисекунд. Сейчас я максимально выкрутил рукоятку латра. Автомат у нас включен. Посмотрим, сколько у нас сможет вообще навестись здесь ампер. Так, поехали. 253 ампера. Ну, конечно же, 250 ампер это не тот ток, который мне хотелось. Подключу другие провода и через уже нагрузочный трансформатор, не через встроенный, а через RET 3000, выдавлю также максимальный ток. И там посмотрим, сколько у нас получится. Автомат Schneider Electric. 41 ампер. Оп. 6,35. 80 ампер. Оп. 1,6. 160 ампер. Поехали. 7,4 миллисекунды. Максимальный ток от встроенного нагрузочника. Поехали. 294 ампера. Так, второй Schneider IK60N. Поехали. 41 ампер. Оп. 5,29. Автомат отключился. 80 ампер. Поехали. Оп. 1,54. 160 ампер. Поехали. 7,7 миллисекунд. Максимальный ток от RITOMA. Поехали. 311 ампер. 4,5 миллисекунды. Изи 9. 41 ампер. 21 ампер. 21 ампер. 21 ампер. 8,6. 80 ампер. Поехали. 1,78. 160 ампер. 6,9 миллисекунд. Максимальный ток от встроенного LATRA. Поехали. 274 ампера. ВА4729 ЕК. 41 ампер. 21 ампер. 21 ампер. 21 ампер. 21,85. Итак, 80 ампер. Поехали. 282. 160 ампер. 6 миллисекунд. 6 миллисекунд. Максимальный ток устройства. 280 ампер. 3,9 миллисекунды. ВА4763 ЕКФ. Поехали. 41 ампер. 11,99. 80 ампер. Поехали. Оп. 1,82. 160 ампер. Поехали. 6,2 миллисекунд. Так, теперь при максимальном токе данного устройства. Поехали. 311 ампер. 4,2 миллисекунды. ВМ-63-1 КАС. 41 ампер. Поехали. Поехали. 4,8 миллисекунды. Автомат отключился. Время 16,82. 80 ампер. Поехали. 2,85. Ну, как-то ток вот сильно упал. 160 ампер. Поехали. 4,8 миллисекунды. 4,8. Быстрее всех, кстати, отключился. Из всех предыдущих. Так, теперь при полном латре. Поехали. Отключился автомат. Ток 224 ампера. ВА47-29. ТДМ. Поехали. 9,28. 80 ампер. Поехали. Оп. 1,79. 160 ампер. Поехали. 6 миллисекунд. Максимальный ток. Смотрим. 259 ампер. З-406. Эльверт. Поехали. 40 ампер. 41 ампер. 5,76. 80 ампер. 1,16. Слушайте, быстрее всех отключился. 160 ампер. 6,3 миллисекунды. Максимальный ток. 278 ампер. Поехали. Дальше это у нас ABB S201. 41 ампер. Поехали. 9,86. 80 ампер. Оп. 1,73 секунды. 160 секунд. Время. 5,5 миллисекунд. Так. Максимальный ток на устройстве. 253 ампера. ABB S201M. 41 ампер. Поехали. Отключился. Время составило 11,76. 80 ампер. Поехали. 1,9 секунд. 160 ампер. 6 миллисекунд ровно. Максимальный ток. 274. Le Grand TX3. 41 ампер. Поехали. 12,18. 80 ампер. Отключился. Время. 2,13. 160 ампер. Поехали. 5,2 миллисекунды. Максимальный ток. 239 ампер. Hager My116. 41 ампер. Отключился. Отключился. 9,74. Hager 80 ампер. Отключился. Время. 1,79. 160 ампер. 6,7 миллисекунд. 6,7 миллисекунд. Максимальный ток. 257 ампер. Итан. Итан. Пл-4. 41 ампер. 17,7 миллисекунд. 17,8 ампер. 17,8 ампер. Отключился. Отключился. Время. 3,2. 160 ампер. 6 миллисекунд. Максимальный ток. Отключился. 267 ампер. Чин ДЗ. 47,60. Поехали. 41 ампер. 12,29. 80 ампер. Поехали. 20,7. 160 ампер. Поехали. Отключился. Время. 5,1. Максимальный ток. 231 ампер. Ну и последний у нас экземпляр. Это ДКрафт ВА-101. Поехали. 41 ампер. 10,54. 80 ампер. Отключился. 1,72. 160 ампер. 7,9. Максимальный ток давайте. 330 ампер. Ух ты. Все автоматы соответствуют требованиям ГОСТ. При токе 41 ампер, ну 2,55 от номинального, их время отключения находилось в пределах от 9 до 21 секунды. При 5-кратном токе разбег был уже значительно меньше, где-то от 1 до 3 секунд. И при токе 160 ампер, это 10-кратный ток от номинала, время варьировалось в пределах от 5, от 5 миллисекунд до 7 миллисекунд. Максимальный ток, который удалось навести с помощью встроенного нагрузочника в РИТОМ-21, у всех автоматов был разный, но находился в пределах около 250, 270 и около 300 ампер. Естественно, что это недостаточный ток. Токи короткого замыкания в новом жилье составляют гораздо большие значения, порой до 500-700 ампер. Поэтому мне бы хотелось сейчас прогрузить все эти автоматы более большими токами. Теперь я подключу нагрузочник РИТ-3000 к нашему устройству РИТОМ и попробую по максимуму прогрузить каждый автомат. Вот наш нагрузочник РИТ-3000, с ним вы уже знакомы из прошлых моих видео. Это у меня вывода. И вот сейчас я буду подключать наш модульный автомат к этим выводам. Ранее такого никогда не делал, поэтому приготовил специальные вот такие вот отводы. чтобы удобнее было подключиться к струбцинам. Ну, посмотрим, что из этого получится. В общем, вот так это все дело выглядит у нас. Это модульный автомат. И таким образом будем его прогружать. Что-то у меня не получилось прогрузить данный автомат. Наводится ток всего 150 ампер. Видимо, здесь потери, что ли, в этих проводниках, или что, не знаю. Сейчас попробовал ТДМ взять. Посмотрю, сколько максимальный ток удастся выдавить. Опять 165 ампер. В общем, что у нас получилось. Вернее, ничего у нас не получилось. Ничего у меня не вышло. Хоть данный нагрузочник и позволяет навести ток до 3000 и даже до 3500 ампер, тем не менее, данный фокус с данными модульными автоматами у меня не прошел. Дело в том, что сопротивление данного автомата и вот этих его выводов, которые я специально сделал, они настолько велики для данной цепи, что создают ограничение тока в цепи до 160 ампер. То есть, больше 160 ампер вот в этой цепи я навести не могу. То есть, если я сейчас две струбцины между собой соединю, накоротко, то я спокойно наведу там 3500, 3300 ампер, не вопрос. Но вот сам автомат очень сильно ограничивает ток в данной цепи. Поэтому я перед вами извиняюсь, что заранее пообещал, что прогружу эти все автоматы током 1000 ампер и больше. На самом деле, я реально надеялся, что у меня данный эксперимент получится. Но, как видите, к сожалению, не получается. У меня даже от встроенного нагрузочника токи получаются гораздо больше, нежели от нагрузочника внешнего. Вариант остается один. Это грузить их токами 250-300 ампер от встроенного в ретом нагрузочника. Но вопрос остается в том, что сколько это будет. То есть, эксперимент, как провести. Просто раз по 10, по 20 пощелкать. В принципе, это недолго. Это вполне реализуемо. Или все-таки вы хотите, чтобы я их прогрузил до отказа. Пишите об этом в комментариях, что вы думаете. Как мне интереснее, наиболее интереснее и информативнее закончить данные эксперименты. То есть, закончить эксперименты со всеми этими автоматами. Ну и, естественно, кому понравилось данное видео, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok